Игнатий Тихонович, мне приходилось осмотреть до своего приезда сюда ряд видеороликов. Мне приходилось смотреть до приезда моего в Потеряевку ряд видеороликов, в которых вы давали свое согласие или не давали приехать к тому или иному человеку. Я вот обращал внимание, что люди, которые страдают чрезмерной горделивостью, обидчивостью, самомнением, они, как правило, сюда не приезжают. Их просто сюда не дозволяют приезжать. Я где-то полтора года тому назад дал намек, что я хотел бы приехать сюда, с вами познакомиться, поработать, быть может. И первый ответ, который получил от вас, был негативный, что вы не дозволяете мне сюда приезжать. Но прошло почти два года, вот, и в конце концов я такое согласие получил. А можете вы сказать, вот какими вы руководствуетесь принципами для того, чтобы дать человеку согласие приехать в Потеряевку или, так сказать, повременить? И с чем я, ну это не то, что по листическому самолюбию, ответил таким критерием, быть может, авансом? Ну это также было у Михаила Михайловича Кальмаева. Он когда-то слушал пленки, но не знал, кто, голос чей-то. А потом попал в мою книгу, он стал совмещать очень похожие. Нашел телефон, позвонил, хочу приехать. Я говорю, зачем? Книга есть, считай, трубку положил. Прошло несколько месяцев, он уже прочитался снова, а потом я ему разрешил. Потом принимал крещение он, и знакомая его, и мама его умерла уже сейчас. У нас в уставе деревни есть, и там обговорено, когда можно разрешать. Где написано, без разрешения категорически запрещено приезжать. Это персона нон-грата, нежелаемая. Бывает так, кто-то шел по линии, увидел деревню, зашел. Был такой узбек, прибежал там, откуда-то избежал. Вызвали милицию, отправили. Ему нужна медицинская помощь, у нас была медсестра, там оказала, что-то перевязала. Другу накормили и на разъезд. А как? Ночь будет, ночью поезд остановится. А нет, до следующей станции 20 километров. Если мы не согласны, сейчас вызываем милицию и в кутузку. Тут очень просто. Притом милиция приезжала всегда, когда мы звонили. Ни разу не было, что милиция отказалась. Приезжала, забирала людей и выезжали. Почему? Мы молимся верующие. Я спрашиваю цель, а я посмотреть хочу. Да что, это кино какое. Поезда у нас, а один поезд сюда, на Кулунду, и один из Барнаула, на Кулунду. Другой из Кулунды на Барнаул. Один раз в день. И при том ночью, кто-то другой. На станции нет ни одного строения. И что ты будешь делать? Зимой это верная смерть. Ты не знаешь, что... Другое дело, когда ты по линии пойдешь и хорошо слышишь, поезд идет, тебя что бы не задавило. Ты до станции дойдешь. Тебе зачем это? Правило такое, что курящим намертво запрещено. Курящим. С папиросом. Вот. Это речь, кому разрешают поселиться, приехать первый раз. Чтоб доказал, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это первое. Дальше мы с ним переписываемся. И несколько раз перекинулись, и его уже видно, кто он такой. Или уклоняется от разговора по скайпу, или данных у него никак нету. Был такой, я ему говорю. Ты сейчас, слушай внимательно. Вот сейчас ты сбудешь. Вот прямо сейчас. Только трубку положишь, бегом побежишь в милицию. С Украины. И сразу сфотографируешься у отдела милиции. И вот так руку подними кверху. Тебя, чтобы кто-то сфотографировал. Хорошо понял? Это твой город, как ты назвался. Так. И сразу же беги к военкомату, и подними руку, и вот так приложи ее. Надень головной убор. И мне пошли. А третье, значит, еще где-то скажу. Вот так вот. Чтобы видно было надпись города, Борисполь, там, или какой-то Днепрогресс, Углидар, там, или что-то. То есть тут уже поделаться трудно. Что он говорил, я его видел, зафиксировал. Теперь он фотографируется. А потом паспортные данные. Военного билета. Трудовой книжки. На основании этих данных я вижу, это тот человек, который разговаривает. Только это. Больше я ничего не знаю. Зачем тебе надо? Так, пока нельзя. Ты не готов. Вот тебе материалы, ресурсы наши, потом выйдешь. Один раз в месяц по скайпу зайдешь. Вот этот порядок. Мы проверяем. А было так, чтобы обманули? Пока не было. 26 лет и ни одного обмана. Кому разрешили? Другие самостоятельно было приезжали. А я его знаю. Я и с ним разговаривал по скайпу. А разрешения было? Не было. А если было, мне звонят. Было разрешение? Не было. До свидания. По-хорошему. По-хорошему. А если ты там оттащишься, я хочу остаться. Да я недавно освободился. Мне жить негде. Я согласен с коровой жить. Что тебе на корове жить будем? Жалить будем? Так, просьба. Похит на деревню. Накормили. На дорогу дали ему еды, не денег. И до свидания. Причина-то зачем? Иногда хорошие люди, нами проверенные. И просятся не вовремя. В сентябре. Когда идет уборка. Это человека, надо поезд не останавливается. Откуда они едут? До Корчино. 20 километров до станции. И кому-то я должен нанимать. Да еще ни погода, ни одна машина пройти не может. Тут дороги прямой не было. И в челку посмотреть. Мне какое тебе удовольствие-то? Тот говорит, я хотел бы там с месяц у вас пожить, поработать. Проверили, не больной. Есть, нет, кожные заболевания. То есть здесь тебя проверят. Но если ты обманул, тебя все равно проверят. До свидания. А если у тебя ничего нет, каждую неделю у нас баня. В баню ты не пойдешь. С болячками. Зачем ты нужен там? Какие-то у тебя заразные болезни. Мало ли еще там, чистоты шли или какой. Ну вот так вот. Мы стараемся узнать о человеке. А если где-то он рядом, с кем-то знакомым жилет. Мы ему говорим. Съездим, познакомься, узнай. Узнали. А тот человек занимал хорошую должность безбожную. Там был. Но любит занимать деньги. Он сразу попросил деньги, а назад никогда не отдает. Нам зачем он нужен? Другой человек пожилой. Женщина. Хорошо знакомая. Я еду издалека. Там из Бразилии. Мне хотелось бы у вас посмотреть. Ну скажите, вы сейчас приедете. Чего вы будете смотреть? Все работают на поле. Если не погода дома, ну куда пойдешь? Ну что, смотри. Деревня и деревня. Беседовать мы по скайпу разговариваем. Я даю материал. Сайт. Форум. Видеоканал 8250 роликов. Да ты подумай. Это вместе взять патриарха Осипова Кураева и не наберется. Почему? Потому что у нас разнообразная встреча. Работы, вопросы, ответы. У меня материал бесчисленный, бесконечный. Представь. В пяти университетах вел занятия. Только в одном, в 18 лет. По два часа, два раза в неделю. 17 лет сотрудничаю с тюрьмой. Лагеря. Веду работу с пять отделов милиции. Городской и краевой УВД. Все воинские части. Десятки школ. Техникум. Прокуратура. И мы везде все снимали. Записывали. Так я беру только часть. Вот и учти, что я еженедельно вел три радиопрограммы. Как говорят, онлайн две были. А одна полчасовая. В воскресенье часовая. Я отвечал вопросы, ответы. Ну ты просто... Я по эфирному времени на первом месте стоял в Латайском крае. Ни день, ни два. Годы. Да еще на телевидении. А еще встречи отдельные с кем бывает. С начальством где-то посещаю. Мы вчера об этом нашли в ноябре пятнадцатого года. Я решил найти всех, кто помогал. Директоров, заводов. И воздать им подарки сделать. Суд над нами был. Я все-таки нашел этого следователя. Встретились. Но снимать не пришлось. Но подарки сделал книги. То есть, моя деятельность, ее нельзя выразить. Только можно припомнить слова Кирилла Сахарова, игумена на Берсеневке от Храма Христа Спасителя, метров 250. Игнатий не входит ни в какие рамки. Ни в какие определения. Совершенно отдельное явление. Никакой луарьет тут не разберется. Почему? Я живу открытым сердцем. Я не думаю, я знаменитый того, или вы что, пиаритесь? Меня эти не трогают слова. Я живу и дышу. Для меня вот эта жизнь с вами отвечает на вопросы. Тридцать лет назад. Ко мне приезжали отовсюду люди. С магнитофонами. Или с тетрадкой вопросов. Я их записываю. Вопросы все отвечаю. А оригинал у себя оставляю. Им делаю копии. И они поехали назад. Одна пленка. Восемь часов, двадцать минут. 375 метров. Четыре дорожки на скорости 4,7 сантиметра в секунду. И я этих пленок ни две, ни три тысячи выпустил. Только полный комплект у меня был, кажется, две с половиной тысячи кассет. Так этих комплектов-то Новосибирск. Ленинград, Волгоград, Москва, не считая за рубеж. У меня еще нераспакованных архивов на две жизни хватит. Без меня, может, кто-то возьмет, натолкнется, начнет расшифровывать. Вот, вступая в аудиторию, уже съемка идет, в аудиторию священник, с камер, начинается как, иконы у меня стоят, грифельная доска тут. И начинаем петь «Царю небесный вытешнировать». Все. На «Царю небесный», повторяю, я сказал вступительное слово по 20 минут примерно. 60 проповедей на одну молитву. Без повторов. На «Киане» сказал, в других городах, академгородов, когда в школах классы набиваются, по 2-3 класса. Я веду занятия у них, следующий через коридор, другие. Ну, это невозможно, скажем. Невозможно, но Бог... Бог... Сюда приезжал ко мне Алексей Няев. Здесь Потеряйки был. Это известный проповедник. Ну, который проповедует. Алексей Няев. Про Таилей. Он был в зарубежной церкви. Вот. Мы стояли на разъезде. А он вот такой вот, пузырёв, кто-то подошёл вот так, по животу. «О, ты не их агватага-то». Ты смотри, какие они. Тонкие, звонкие, прозрачные. А ты кто такой? Мы ехали. У него свои теории. Пока до Барнолова доехали, ни одной теории не осталось. Он учится там семинар или академия, еврейский язык, арабский там изучает. У меня этого нет ничего. Нету. Я живу молитвой. Вот я сейчас ушёл. И всё. Ушёл. У меня молитв. Сколько раз я ходил, столько молитв. За голубым по лесу, а то у меня молитва. У меня там лес-то висит. У меня семь раз молитвы, когда непогода. Получится. Получится. Свободно. А когда я в городе, у меня до 18 раз на молитву. Но я когда читаю Моисея Мурина, он становился 50 раз. Значит, молитва была укороченная. Может быть, отче наш. Проходит опять отче наш. До 50 раз. Я на молитве у Бога это выпрашиваю. И пустить, не пустить человеком. Ко мне приезжал Андрей Кураев, брал книги. И отзывы какие их, почитайте в интернете. Там Головин Владимир, Максим Каскун. Я беру такие, которые... Осипов я посылал все свои материалы. Тогда ещё листиками были. Он все одобрил. Все. К вычисному православию, которые есть. Я не ищу одобрения. Я просто говорю. Андрей Кураев, я на него ссылаюсь. Он говорит, Игнатий меня протащил по всем кочкам. Я тогда зарядил в поисковик. Я его упоминаю в книгах 120 раз. И почти ни разу положительно. А он мне дал самую высокую оценку. Самый знаменитый. Считали его? Самый знаменитый, самый там великий. Миссионер, проповедник. Я таким себя не считаю. Я просто люблю Господа и люблю Библию. Вот он кто-то там с Греции хочет беседовать. Во свете Библии. Скажите, во свете Библии. Вы согласны? Чего в Библии нет, за то он говорит, а то мне рассуждают. Зачем я? Я не собака, чтобы кости чужие таскать. Зачем мне это нужно? Тебя продать некому? Чемоданами везут кости. Неизвестно, чьи я тут покупаю. Во свете Библии. То есть по Библии. Вы согласны? Тогда я приеду, после 10 октября встретимся. Ни слова вопреки. Что все записывается, выставляется в интернет. Задобейтесь, если он согласен, можем вы встретиться. Но во свете Библии ни о каких костях мы не беседуем. О монашисти нет в Библии ни слова. И поэтому ты не задавай вопросы. Я о монашисти, о костях буду говорить по Библии. И ты или согласишься, или ты начнешь подгребать с другой стороны. А мы сейчас прямо сказали. Ты прах возвращаешься. Выполните это. И еще больше не надо. Это кощунство. Мощи резать там. Растаскивать. Андрей Кураев это понял. И, Надя Тихонович, вот я когда посмотрел масштабы той работы, которую вы организовали и с вами участие принимаете. Как повторите? Я когда посмотрел те масштабы работы, которые вы сделали и в плане творческом, в плане таком литературном, христианском, православном, и в плане обустройства села потеряемка. Я подумал так, что человеку, с человеческими силами это не сделать. Надо только быть с Богом. Когда вы говорите, что я сделал то-то, 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 то первое впечатление может быть такое. Это курица в прелести. Но вы употребляете одну коронную фразу. Это все сделано по благодати Духа Святого. Вы кисточка в руках Господа. И все подозрения о том, что человек в прелести снимается, потому что все воздается хвалу Богу. Потому что он вашими руками, вашими теми талантами, которые он дал, он это и делает. Но есть противники, которые это категорически видеть не хотят. Просто у них глаза зашоренные. Они даже не понимают, что вы исповедник православной веры. Они знают, что вы находились в пяти тюрьмах за то, что распространяли сочинение верно-златоуства. Знают все. Но у них язык не поворачивается сказать, что вы исповедник православной веры. Нет. Им надо вас уличить. Вы еретик, вы септат, у вас там еще там что-то, чего-то. Вот. Меня, конечно, это стало до того противно, да? Это, ну, вы с такими любимыми старались теперь и не общаться. И как только я вижу, какая-то идет напрасненно на вас, я ее никогда не смакую, никогда никому не передаю. Я понимаю, что это позднее сатаны. Поэтому огради вас, Господи, от всех этих злобных сил. Пусть развеются их все эти мечты и не состоятся. Вот так вот у меня искреннее пожелание и к вам, и к ним. Не трогать вас, потому что вы действительно помазанник Божий. Это не дифирамбы. Это мое сердечное убеждение. Дионисий Александрийский и Иероним Стритонский одинаково страдали от этого. Народ был, говорит, настолько тупой, необразованный, что православные считали еретиками, а еретиков православными. Они меня допрашивают, там, архиереи. Я отвечаю, они не верят. Иероним Стритонский в западной церкви так же почитаем, как у нас златоус восточный. И они его не верят. Умер в 420 году. Переведший вульгата, это его труд всей Библии. 30 лет святой Жаром его зовут. 30 лет провел в Ефремской пещере, переводя это, священное писание. Сделал его доступным для всего запада. Они говорят, я за это не отвечаю, что они говорят. Вот слово прелесть, гордыня, мне эти слова вообще неизвестны. Почему? Я на самом низу это делаю. И Павел говорит, я более всех вас потрудился. Более. Он не боялся это сказать. И перечисляет более в трудах, более в путешествиях. А мне, священник, мы едем на дорогу. Он говорит, я читаю. Я это вижу только на вас. Ну, представляю, по Тихому океану до Атлантического. Проехать, даря 600 городов и районных центров, даря свои книги, в каждом месте 750 евро. Уложь на 600, а потом умножь на 70. Ну, а на евро 70 рублей. Что получится? Так это надо было ехать, груз брать, везти. Речь идет о томлах. Мы забрасывали ставку, где-то делали. Есть у меня даже такой снимок. Я лег отдыхать, уснул на книгах. Они лежат там, шахты. В Калужской области было. Где? Они меряют по себе. По себе. Что такое прелесть? Понятия не имею. Прелести находятся они. Прещенные вот этой вместе кого. Для нас много. И мы поэтому правы. Я один. Но большинство там, где Бог. А с вами Бога нет. Вы Библию не любите. Вы людей выводите от Бога. Все секты, которые появились на вашей совести. Мусульманство возникло на вашей совести. Не на моей. Это на монашестве. И когда я говорю об этом, я говорю, ничего из того, что удалось сделать, нельзя сделать. Это невозможно сделать. А как ты сделаешь? Еще не зная Евангелия, не встречаясь, я учусь техниками. И читаю книги. И вижу, считаю «Война и мир». Повторы начал читать. Там целая страница на французском языке. Я говорю, как же так? А мы не можем разговаривать. Ну так ты изучи. Я не любил, когда так говорят. Ты сделай. Я сразу пошел к соседям, узнал, какой язык изучает немецкий. А у нас в школе не было языка никакого. Я достал пятый класс учебник и сразу засел. Через шесть месяцев я уже разговаривал по-немецки. Самостоятельно. Так не было в школе навыка. Я и не знал, что я могу. И сразу мой товарищ школьный был Артур Эгрех. Я стал с ним разговаривать. Материалы давать. Они приезжают иногда с Робертом Эвальд еще. Три брата. Это Бог сделал так. В армию берут, все пропало. Я в армию только первые дни. И сразу занялся английским языком. Ребята что-то там делают. Где-то воруют, где-то мухлюют. Наколки делают. Я ничего не знал. Я весь углубленный в это. Появились у нас там азербайджанцы, кажется, туркмены, узбеки. Я все эти, которые приехали. И на их языках стал учиться записывать слова. Как пишется. Кто-нибудь делал? Никогда. Да зачем это нужно? Это чурки. Урюки. Они ничего не понимают. Понимают. И тут же эстонцы, литовцы. Но это армия. Мне больше всего нравились латыши, литовцы, эстонцы. Серьезное, работящее. Но я не на это смотрел. Мне нравились языки. И они меня до того уважали, любили. Почему никто этим не занимался? Я тут же уехал в Латвию после армии. За три месяца я уже с ними начал понимать, почему никто этим не занимается. Меня пригласили в Грузию. Я побежал в Москве покупать учебники. А там буквы-то, червяки. Ничего. Если поехать в ИГИЛ, я просился. Кто просился в ИГИЛ проехать? Я у Путина, вы знаете, просился, писал. У патриарха. Снял, говорит, несколько фильмов про ИГИЛ. А они меряют по себе. А по себе меряют. Сравнивать сами себя с собой неразумно написано. Мы должны мерять себя с Господом, Христом на земле. С апостолом Павлом. Подражайте мне, как я Христу. И в ком видите этот образ? И в чем именно подражать? И он задумал, что слово или слово Божие подражать? А этого мало кто делает из ночи. Павел говорит, подражайте мне, Павлу, как я Христу. Он не боялся сказать, что он Христу подражает. И поэтому реакция их понятна. Потому что, когда они попадают во свет Библии, то они видят, они ничто, прах. Интервью берут у Владимира Головина из города Болгарка. Он много выступает. Батюшка такой борода не тронет. Знает такого. Видели, да? И вот говорят, одна берет интервью у него и отец Владимир, а вот к вам гордость не подходит, что он столько народу приезжает к вам. Ну ничего из того, что мы делаем, нет, он дороги не делает, пруды не восстанавливает, школа там нет. Ну нет этого ничего. Ну свое, храмовое. Он говорит, а чем? И начинает перечислять. Вот Андрей Ткаччев, смотрите. Вот то-то, то-то, то-то. Ну я кто против него? Там начинает Дашин Ларион, Алпеев, тоже Осипов. А еще человек есть, я скажу. Горячий. Библию как знает. Ой-ой-ой. Все приводит. Найзусь глава и стих. Это Алапкина Гнатин. Да когда я себя с ними сравниваю, да я ничто. Откуда гордость? Я себя сравниваю с такими, как отец Геннадий Паспин. Я ничто. У меня нет никакого образования, ни одного класса их, богословских наук. Я люблю Господа. Я провел тысячи часов за Библией. Я скажу, вы знали, что Библии нету? Ну да. Ну почему вы ничего не делали? Я ее начитал единожды. Кое-что пересчитал дважды. И весь Советский Союз наполнил. А потом еще раз насчитал уже на компьютер. И в интернете стоит. Зарядите сейчас на канале. Игнатий Лапкер. Аудио, можешь слушать. Почему вы этого не делали? Вы не любите народ. Почему жития по векам выставить на считанное аудио нету по сегодняшний день? Мне сравнивать не с кем. Хорошо или плохо. И перед кем я буду гордиться-то? Меня только били. Написано, не кланяйтесь на углах улиц. А вы кланяетесь. Вы кланяетесь, не я. Почему вы это не берете? Город на вершины горы не может укрыться. Так они ждут похвалы. А я перекрещусь, могу получить по затылку. Ты смотри. Почему они это делали? А вот вы сделали, насчитали. А делаете это известным. А неизвестным лежал его под шкафом. Как неизвестным? Глупости, говорит. Настоятель. Благочинный. Я не дам рекламы. А в своем труде, а как вы узнаете? Что у меня начитано жития. Добротолюбие. У вас-то ничего нету. Нету ничего. Из храма тебя вытряхтит и никто. Я-то для вас стараюсь. Это ваша работа, не моя. Моя работа, я сторожем работал. Печи делать. Дачи строил. Дома возводил. Это моя работа. За это я отвечаю. А за обращение людей вы отвечаете. Но я это делаю вашу работу. Вот весь ответ. Я узнаю, любит ли человек Бога. Даже баптисты бывают где-то. Можем разрешить. С какой целью? А я уже почти православный. Я хожу в церковь. Говорил. Батюшка просится. Отец таким знаком со многими. Приезжаю знакомым. Вот так. Узнаем. Спрашиваем, для чего, на сколько. Вот приехали здесь и не маловато. Если на месяц, вы еще ходите. Ну, время не то уже. И вам надо ехать. На будущее имейте. Ривку привезите. Ревехка она. Я так и называю Ревехом. Да. И вот покажите эти ролики. Скажи, мы были и вас вспоминали. Где-то она должна найти этот разговор. Она там что-то насчитывает. Поет. Пишет стихи вроде бы. Ну, такая развита я девчонка-то. Мне она нравится. Вот и все. Я, ну, власти колдовой. Приглашать не приглашать. 10-17. Иван Григорий Матпея написано. Остерегайтесь людей. Ибо они будут вас предавать. И зачем ты мне нужен? Знать тебя не знаю. Бывает так даже. Приехал сюда человек. Ищет меня. А я даже не выйду. Вот недавно один закатился из Германии. Никто не звал. Ну, я, говорит, путешествую. А вас я считал. Там смотрел. Зайвернул сюда. Ну, поговорили. Не остался. Дальше поехал. Он вызвал доверие. Документы. Первым делом документы. Мы все фотографируем. Взяли у него данные. Такой ответ. Однажды, придя с крамом, когда я хотел узнать, что же читалось на воскресном богослужении из посланий апостолов и притчи Соломона. И когда прочитал, я дальше стал Библию читать. Ну, на русском языке. И для меня это так понравилось. Так это меня взяло за душу. Это вот мудрость божественная. Что я прихожу потом к священнику и говорю, батюшка, это такая божественная мудрость. Ну, почему мы ее в храме не слышим? И я так думаю, если ты познал Слово Божие, то ты стал тем светильником, которого нельзя прятать под спудом. Ты должен это слово нести другим людям. Узнал, расскажи другому. И как мне было обидно, когда этот священник сказал, что мне это не надо. Если хочешь, сам веди занятия. А потом я их запретил. Вот с таким чувством я расстался с ним. Ну, молюсь я за него, чтобы Господь коснулся его сердца. Он тоже благовествовал, потому что нам другого священника долго не дадут. Второго тем более. Был у нас один молодой, который сказал так, что Слово Божие вещать может только священнослужитель, а вы простые нет, потому что у вас нет духовного образования. Мы в Киеве чуть не каждый год бывали. И вот там я, не знаю, в Софийском соборе были. И идем со священником. Сейчас я не знаю, как его звать, чуть ли не Василий. Пожилой, приятный, наружность, белая. Я говорю, батюшка, вот сегодня считали послание апостола Павла. Он говорит, понятия не имею. Понятия не имею. Я говорю, а сколько лет вы уже служите? Он говорит, Сане 51 год. Полвека не понимает. А к чему же он научит других? Я говорю, вот о чем говорилось-то. Что на русском языке пять слов, чем тьму в десять тысяч на незнакомых. Моя мамка недавно сказала такие слова. Я, говорит, сынок, приложу в храм непросвещенное и так позже ухожу. Вот такие вот дела, говорит. Если сама читать не буду, то ничего не узнаю. Заткалуз говорит, если ничему не научился, напрасно дворы топтал. Напрасно ходил. Людям надо давать живую пищу. И Мария избрала благую часть. Она сидела и слушала. А тут кого слушать-то? Ходят, в ведро поставят воды, хороводятся вокруг него. Освещение воды. Ну надо. Ну еще вокруг него. Или вечером, в субботу, люди крутятся, священник ходит. Крудиться не надо. Он ходит икону. Я говорю, что ты думаешь, что на нем бесы сидят? Покодил раз, второй, третий. Зачем ты все время дым пускаешься? Дышать нечем. Положено, почину. Ну, перетерпим. Чтобы только православие не потерять. Мы как заложники. Я знаю, это мне не повредит. Я в церкви. Другого, лучшего ничего нет. А остальное все иеретики и секты. Все? Да. Спасибо вас, Христос. Во славу Христу. Аминь. Аминь.